Комментариями мы обратились к адвокату Антонины Бабасюк, Генриху Падвий. Генрих Палович, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Сумма залога определена. Почему ваша подзащитная не может воспользоваться своим законным правом и выйти сейчас на свободу? Ну, во-первых, вы слышите категорично, что значит не может воспользоваться. Она может воспользоваться, я надеюсь, что воспользуется. Просто сейчас некоторые затруднения у нее, 30 миллионов, не так просто сразу собрать. Если она сумеет собрать эти 30 миллионов, а я надеюсь, что это обстоится, то она внесет их в банк и будет освобождена. Это может быть в течение ближайших дней произойдет. Скажите, а не слишком, ну, насколько это большая сумма, является это прецедентно большим размером или нет, это нормально? Ну, они как определяются? Ну, они ничего не являются прецедентом. Сейчас от нуля до бесконечности эти суммы варьируются. И 20, и 30 миллионов, и 50 миллионов, и 1 миллион. Ну, дело в том, что Бабасюк еще в прошлом несколько месяцев, тому назад, в прошлом заседании, сказала, что она готова под залог дать примерно 30 миллионов рублей. Сейчас она сказала, что она готова 25, поскольку, ну, немножко прошло время, и доллар упал, а у нее, как бы, на котлете долларов были. Ну, Верховный суд посчитал, что нет, надо 30 миллионов, чтобы это было достаточной гарантией, что она будет являться. Ну, и поэтому ей нужно будет собирать 30 миллионов, если она хочет освободиться. Она, конечно, очень хочет освободиться. Я надеюсь, что она, ну, она не сама, а ее родственники найдут эти недостающие 5 миллионов и внесут сумму 30 миллионов под залог. Спасибо большое, Генрих Палыч. На связи с нами был адвокат Антонина Бабасюк, Генрих Падва. Определена сумма залога, и сейчас подсудимая собирает ее, по всей видимости, в ближайшее время может оказаться на свободе. Продолжение следует...